Памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы Красной Армии в Курской битве, объединило три поколения. На воинском захоронении у мемориалов стал почетный караул сотрудников уголовно-исполнительной системы. Звучала троекратная ура от курсантов ведомственного института. Школьники 4-й школы исполняли стихи и песни. Кто страх забыл и воевал, служа великому народу! К детям-курсантам, горожанам обращались представители администрации и думы округа. Сотрудники в СИН, которые шефствуют над воинскими захоронениями в регионе. Председатель местного совета ветеранов привела краткую историческую справку об итогах масштабной битвы в окрестностях Курска и соседних Белгорода и Орла. Когда она закончилась, наша армия перешла в активное наступление. Два миллиона россиян участвовали в Курской битве. Соликамцев 30 тысяч. О наших земляках, отважно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, часами готов рассказывать хранитель и исследователь истории соликамска военных лет Сергей Ерофеев. В этот раз создаем у него подробности о некоторых героях Курской битвы. Будущий герой Советского Союза Шувалов Константин Фомич 5 июля 1943 года со своим пулеметным взводом уничтожил до 200 фашистов. За это был награжден орденом Красной Звезды. 6 июля 1943 года Чеботарев Дмитрий Федорович со своим 45-мм орудием уничтожил 9 средних танков противника, танк «Тигр», самоходную артиллерийскую установку «Фердинанд» и до 100 солдат-офицеров противника. В том бою он погиб. Герой Советского Союза посмертно. Кстати, факт участия в памятном мероприятии курсантов Пермского института в СИН передает этому событию межрегиональный статус. Этим летом в соликамске практику проходят ребята из 11 регионов по Волжье, Урала, Сибири, Кавказа. Они дают свою оценку уровню воспитательно-патриотической работы в нашем городе. Приехали в Соликамск, увидели, что кладбище памяти сохраняется и очень гордимся этим. Все-таки важно помнить наших героев, которые участвовали в таком событии немаловажном и важно хранить память о них. Я хорошо вижу, что в городе Соликамске налажено патриотическое воспитание. То есть все поколения в курсе о важных событиях Великой Отечественной войны, в том числе и Курской битвы. Добавим, в Соликамске второй год благоустраиваются захоронения умерших в местных госпиталях солдат и командиров, раненых в годы Великой Отечественной войны. Этим летом здесь появилось панно, закрывшее тыльные стены прилегающих гаражей, и стелла с 14 устремляющимися в небо столбами. Ровно столько земляков получили золотые звезды Героев Советского Союза за свои подвиги на поле боя. Ну а в финале памятного митинга была объявлена минута молчания, а потом офицеры, курсанты, дети и общественность возложили к мемориалу венки и цветы. Редактор субтитров А.Семкин